Как вам музей Гоголя и легенды о нем? В Москве находится дом, где жил великий писатель Гоголь. Здесь организован музей с обстановкой жизни тех времен. Из экспонатов при жизни писателя сохранилась кровать, на которой спал Гоголь. Она небольшого размера. Почему? Потому что в те времена в Европе была мода, чтобы спали полулежа, полусидя. Считалось так, что наиболее полезно для здоровья. И что-то можно интересно узнать в этом музее. То, что оказывается Гоголь был знаком с Пушкиным. Они вместе сотрудничали. Даже Пушкин подал идею сделать произведение «Ревизор», «Мертвые души». И даже уже в качестве эксперта частенько выступал Гоголь. Который, получается, был критиком различных произведений. Возможно, даже идею уже самого Пушкина. Поэтому это прекрасный тандем, который мы видим здесь. Даже в обстановке поставлен портрет Пушкина, с которым было сотрудничество. И что-то там интересное по поводу легенд о Гоголе. Считалось, что у него какие-то были галлюцинации. Что он был очень верующим человеком. И складывается такое впечатление, что он как будто хотел убежать от всяких демонов и так далее. Которые его одолевали. Слышал он какие-то голоса. Перед его смертью какие-то голоса сообщили, что он умрет. И Гоголь у него была бояться еще при жизни, что он заснет элитаргическим сном. Его похоронят заживо. И, в принципе, даже такие уже легенды пошли после смерти. Когда была эсгумация, значит, тело вскрывали гроб и увидели, что почему-то повернута голова. Хотя это невозможно. Если всегда охоронят, то, естественно, там голова не поворачивается. Потому что все костенеет. И даже кто-то там заприметил, что вроде как крышка короба была поцарапана. Что как будто он все-таки проснулся в нем. И, естественно, не мог выбраться. Такие вот легенды ходят о Гоголе. Ну, что еще можно сказать интересного. Был он влюблен один раз. И, к сожалению, отказали ему бракосочетание на его возлюбленной. И так вот получилось, что он прожил очень обычную жизнь. 42 года. А потом его не стало. Вот такая вот история Гоголя. Если досмотрели до конца, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. До новых встреч. Пишите, как вы относитесь к данным легендам. Очень интересно ваше мнение. Пока-пока. По скриптам закадровое видео. Здесь слепок лица Гоголя посмертный. Далее в кадре идет сундук 19 века с вещами Гоголя. И что еще можно сказать на дорожку? То, что Гоголь был разносорудный человек, путешественник. Был в Европе. Был в Италии, в Германии, во Франции. Даже ездил в Палестину. Хотел, получается, еще он посетить Афон. Но не успел. И такой достаточно верующий, интересный был человек. И маленькое такое количество лет. 42 года оставил. Конечно, за собой большие произведения. И даже сжег второй том мертвых душ. Почему-то. И это он сделал именно после того, как он причастился в церкви. Исповедовался. Что-то нашло. Ладно, все, пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok